Всем привет, с вами Мария Еременко и вы находитесь на канале Digital Teacher. И сегодняшнее видео посвящено сайту, который называется Top Worksheets. Он позволяет создавать интерактивные распечатки с автоматической проверкой онлайн безо всяких усилий. Погнали, покажу. Заходим на сайт topworksheets.com и попадаем на главную страницу. Сайт на английском языке, но не пугайтесь, вы всегда можете автоматически воспользоваться Google-переводчиком и перевести сайт на русский язык. В настройках сайта русского языка, к сожалению, нет. Если вы не зарегистрированы, мы нажимаем Sign Up и регистрируемся на данном сайте. Нажимаем Я Учитель и я обычно вхожу через Google Аккаунт, либо вы регистрируете путем введения своих данных и, соответственно, нажать на кнопочку Create My Account. У меня авторизация уже есть, поэтому я сейчас авторизируюсь как пользователь, который был. После авторизации вы попадаете в личный кабинет и у нас открывается возможность либо создавать новую распечатку, либо можно воспользоваться поиском. Давайте все по порядку. Первый пункт меню — это Discover Worksheets, переводится как открывание, да, то есть Discover — это что-то изучение, открытие чего-то нового, а Worksheets — распечатка. Соответственно, мы, кликнув на эту кнопку, попадаем в коллекцию, где находится банк этих распечаток, и мы смело можем их искать. Давайте попробуем посмотреть, что есть на русском языке, и нажмем Поиск. После того, как мы ввели русский язык, у нас высвечиваются все распечатки с русским языком. Здесь находится достаточно большой банк заданий, и вы сможете по своему предмету поискать что-то интересное. Давайте посмотрим, как это выглядит. Если вы знакомы с другими аналогичными сайтами, в принципе, тут схема такая же, ничего особо не меняется. Эта распечатка позволяет делать задания на Matching, и мы сейчас посмотрим, как это все реализуется. Когда мы открыли задание, именно такое задание будет видеть наш студент. Крыт листок, и мы, соответственно, должны вот так вот соединять для того, чтобы выполнить данное упражнение. После того, как вы выполнили данное упражнение, здесь также есть задание на выбор вариантов. Дальше напишите 6 предложений, какое-то письменное задание, здесь можно что-то написать, и нажимаем Finish. Нажимаем Finish, и, соответственно, у нас будет здесь отображаться наш результат. Здесь будет показываться, что мы сделали правильно, что мы сделали неправильно. Соответственно, студент это будет видеть, и это замечательно. Давайте посмотрим еще какую-нибудь распечатку. В данном случае здесь есть возможность вписывать слова. Здесь качество самой распечатки плохое. Я бы не стала такую давать, но того, что гораздо, как говорится, и здесь есть возможность вот тоже что-то вписать. И, соответственно, здесь тоже мы задание на вписывание. Здесь на тренировку. Ну, в основном здесь задание на печать. И, видите, здесь, ну, соответственно, это просто с распечатки, да, пятерка. Но когда нажмем Finish, мы увидим, что распечатка проверена. У нас 0 баллов из 10. И то же самое будет видеть учитель. Сейчас покажу, как это сделать. Вы можете поискать, посмотреть. Энное количество упражнений, я думаю, вы найдете однозначно. После того, как вы изучили, может быть, вы захотите создать свое собственное упражнение. И в этом нам поможет уже вкладка My Worksheets. И здесь я вчера сгенерила при помощи AI, которая встроена в этот сайт, задание про диких животных. И даже уже дала своим студентам на проверку, чтобы посмотреть, как это работает. Мой любимый седьмой Г, они всегда у меня на передовой. И кто-то мне помогает выполнять и смотреть, как все это в действии происходит. И вот мои дети. Как мы видим, само задание было выполнено четырьмя студентами. Из них, вот, например, Мария выполнила 8 из 10, 9 из 10. Она находится сейчас в Лондоне у нас учится. И Настя 7 из 10. Для того, чтобы посмотреть конкретно, в чем ошибся ребенок, мы заходим. И, как вы видите, это вторая попытка студента. Она отображалась именно вот здесь. Вот, вторая попытка. Заходим в нее. И вторую попытку она сделала хуже, чем первую. Давайте еще раз откроем. Во-первых, можно изменить правильность вариантов ответов. Можно скачать эту распечатку как PDF. И здесь написано 8. Не очень хорошо видно, потому что совпадает с задним фоном. И с 10. То есть, Ксения у нас ответила прекрасно на все вопросы, кроме вот двух последних. И я могу смело Ксении поставить пятерку, потому что у нее всего две ошибки, и это допустимо. Также я могу проверить Марию, соответственно, 8 из 10. Здесь вот я загрузила логотип. Он отображается, что это моя распечатка, мое создание и творение. И Мария у нас ошиблась вот в этих двух вопросах. Задание само это было сделано, как вы понимаете, очень быстро. Практически безболезненно для меня. Давайте же я вам покажу, как сделать такое задание за считанные секунды. Нажимаем на кнопку Create New Worksheet. Создать новый worksheet. И у нас появляются два варианта. Это создание, соответственно, распечатки. Здесь написано, создайте распечатки достаточно быстро и из шаблона. Просто введите вопросы, которые вам нужны, которые вы хотите задать студентам. И мы сгенерируем для вас распечатку. А второй пункт это The Visual Editor. Это визуальный редактор, который позволяет вам создавать новые распечатки, кастомизируя каждую деталь. Вы можете также конвертировать существующие распечатки в интерактивные распечатки. Давайте начнем с Worksheet Builder. Итак, мы видим меню. Написано, создайте новую распечатку. И давайте раскроем список кастомизируйте дизайн. Первое, что у нас есть, выберите шрифт. По умолчанию стоит шрифт QuickSand. И он мне очень нравится. Он кругленький. Популярный также шрифт OpenSans. Я люблю что-то более простое и такое округлое, без засечек. Далее идет выбор шрифта. То есть можно сделать покрупнее, можно сделать поменьше. Я в прошлый раз делала две буквы M. Ну, давайте оставим букву M, посмотрим, как это будет выглядеть. Выбираем цвет шрифта. И, в принципе, оставляем. Далее идет пункт выбор бэкграунда. Вот у меня была радуга в прошлый раз. В этот раз давайте выберем облака. Итак, Show Header. Здесь написано показывать заголовок. И мы выбираем никогда на первой странице или на всех страницах. Пусть будет на первой странице. Это как бы название темы, на которую будет распечатка. Здесь можно выбрать логотип для того, для заголовка. Ну, он у нас автоматически. Это наш логотип, может быть, ваша фотография. Или можно загрузить логотип класса и размещать здесь картинку. Детям будет приятно. Также есть возможность разместить его слева или с правой стороны. Оставляем слевой. Далее мы напишем с вами title. Природные ресурсы России. Попробуем написать на русском. Посмотрим, как он сработает. Здесь также можно сделать описание. Далее у нас есть две возможности. Добавить контент. То есть он предлагает нам на выбор варианты заданий. Давайте быстро проговорим, что это за задание. Письменный ответ. Меню с дропдауном. То есть выбор одного из вариантов ответов. Multiple choice. Выбор одного или двух нескольких ответов из предложенного списка. Match. Это соотнести. Word search. Найди слово. Fill on image. Это заполню пропуски на изображение. Интерактивное видео. Нарисую что-то. Речь в текст. Voice answer. Ответ голосом. Image answer. Ответ изображением. Video answer. Ответ видео. Далее идут текст. Текст в речь. И generally подключается сторонний сервис. Это один вариант. То есть мы можем самостоятельно здесь накидать вопросы. Но я не хочу сейчас тратить на это время. И я хочу, чтобы мне AI сгенерило эти вопросы. Для этого я воспользуюсь кнопкой Generate questions with top worksheet AI. Давайте кликнем. И попросим ее. Question types. Что мы хотим? Мы хотим открытый ответ. Multiple choice или word search. Давайте выполним. Выберем открытый ответ. Можно выбрать только один. Хорошо. Пусть это будет multiple choice тогда. Нажимаем next. Это дальше. И выбираем язык. Хочу русский язык. На каком языке вы хотите, чтобы были сгенерированы вопросы? Спрашивает у нас. И мы выбираем русский. Выберите страну и школу, в которой вы будете задавать эти вопросы. Мы тоже выбираем русский. School grade. Мы выбираем опять наш седьмой класс. И нажимаем next. После этого мы должны полностью расписать, что мы хотим. Если вы хотите, у вас там какие-то конкретные есть цели, то есть про нефть, про газ, про все что угодно, вы здесь все это прописываете более подробно. Я не географ. Я пишу просто природные ресурсы России. И нажимаю сгенерировать. После этого происходит создание нашей распечатки. И сейчас мы уже посмотрим, что же нам удалось создать при помощи двух кликов. Наши вопросы готовы. Давайте же ознакомимся с содержанием нашей распечатки. Что является одним из основных природных ресурсов России? И четыре варианта ответа. Варианты ответов, конечно, не слишком близкие. То есть ответ в принципе понятен. Но вот так вот сгенерировала AI. Можно будет поправить потом. Какой рекой является самой длинной в России? Здесь уже реки. Какие леса преобладают в России? Хорошо. Какое озеро является самым глубоким? Что такое торф? Какой вид энергии? Супер. То есть здесь вопросы близки к теме, которую мы ему заявили. Давайте посмотрим, что же есть внизу. Add selected questions to worksheet. И close. После того, как задание было создано, первый вопрос я не буду добавлять, потому что он немного не... Ну, ответ слишком явный, поэтому я не буду его добавлять. А остальные вопросы я все прокликаю. Мне они понравились, допустим. И мы их добавим все в распечатку. Нажимаем add. И вуаля, наша распечатка готова. Но естественно, мы можем все это дело редактировать, корректировать, добавлять ссылку, добавлять картинку, добавлять какую-то инструкцию к заданию, выбирать правильные варианты ответов. И добавлять даже новые опции. Также есть дополнительная конфигурация, в которой вы можете выставить количество баллов, которые получит ребенок за правильный ответ. По умолчанию стоит 1. Я 1 и оставлю, не буду ничего менять. Давайте посмотрим, что здесь еще есть в плане настроек. Есть фон дефолтный, но опять-таки английский язык хорошо, русский язык не все шрифты поддерживают. OpenSense люблю. Оставляем OpenSense. И можно посмотреть шрифты, здесь также можно поменять. Но обычно при создании мы там указали, и уже лучше ничего не трогать, потому что это все равно время, и лишнее нам не нужно тратить. Давайте попробуем добавить картинку и посмотрим, какие возможности есть именно по поиску картинок. Итак, select a file, drag an image here. Выберите файл или перетащите изображение сюда. Здесь мы можем сделать брауз, мы можем что-то поискать, какую-то картинку, загрузить ее на компьютер. Но это я не очень люблю. И вот есть какая-то галерея, но опять-таки это все подтаскивается из нашего кабинета. Так как у нас река является самой длинной в России, у нас с вами тут должна быть какая-то река. Ну, давайте попробуем просто взять фотографию реки. Мы можем даже взять фотографию, по-моему, там Волга и найти Волгу, река Волга. Я не думаю, что дети узнают Волгу сразу, но тем не менее. К сожалению, нельзя добавить по ссылке, поэтому мы должны сохранить как. Пишем Волга. И только после этого сюда мы добавляем нашу Волгу в загрузках, из загрузок перетаскиваем. Нажимаем сохранить. После того, как изображение сохранено, мы с вами смотрим, как оно расположено. Что можно сделать с изображением? Можно расположить его под вопросом, над вопросом, слева, справа. Давайте расположим его слева и посмотрим, как это будет выглядеть потом на распечатке. Что мы еще можем добавить? Мы можем добавить какую-то ссылку. И здесь мы можем дать ссылку на видео, например, или на какую-то статью в интернете, чтобы дети ознакомились и, может быть, после этого ответили. А также можно дать ссылку на видео из YouTube, какие леса преобладают в России. И мы можем, например, работая с детьми, дистанционно подготовить заранее для них урок, чтобы они самостоятельно изучили материал и после этого выполнили тест. Либо после вопроса, после просмотра видео выполнили тест. Вот, например, нам нравится леса России. Нажимаем копировать ссылку, возвращаемся к нам, вставляем эту ссылку и нажимаем сохранить. Видео у нас появляется под вопросом, можно его создавать и сделаем справа для красоты. И таким образом вы настраиваете каждый вопрос, опять-таки, если вам это нужно. Если вам это не нужно, вы не трогаете картинки эти и не тратите время. После того, как вы сгенерили, отредактировали, вы можете сгенерить еще вопросы по этой теме, либо добавить какие-то вопросы уже конкретные, написав ему четкие задачи, которые вы от него ждете. И он вам их сгенерит. Также можете добавить руками любой вопрос из этих. Нажимаем save. И тут у нас перед нами выбор. Мы можем сохранить как черновик, мы можем опубликовать для публичного доступа, можем сделать частным для нашего персонального доступа. То есть будут доступны только мне и тем, кому я отправлю это задание. Далее выбираем здесь язык. Соответственно, это у нас был русский. И выбираем наука, география, вторая ступень. Вторая ступень – это с пятого по девятый класс. Выбираем седьмой класс. Возраст автоматически проставился. Можно здесь теги, природные ресурсы. Например. И нажимаем сохранить. Все, распечатка готова. И нам приложение сразу дает возможность выложить как домашнее задание. Нажимаем assign as task to student. А здесь мы выбираем группу. И это будет либо одиннадцатый, либо седьмой класс. Например, пусть это будет одиннадцатый, допустим. И нажимаем добавить задание. Далее там были настройки. Как вы видите, можно заголовок написать. Далее это оценивание. То есть максимальная оценка – это десять. Мы делаем максимальную оценку пять. Она там сама все пересчитает. Options. Давайте посмотрим на options, что он хочет. Показать оценку после того, как задание сдано. Показать, какие ответы были правильные, а какие неправильные после того, как задание сдано. Позволять студентам смотреть правильные ответы после того, как задание сдано. Мы можем это тоже включить. Позволять студентам скачивать попытку свою в PDF и после того, как задание сдано. Позволять студентам переделывать задание, переделывая только неправильные варианты ответов. Все worksheet questions, вот эти вопросы, должны быть отвечены до того, как сдавать. То есть это важно. Ну, якобы, что студенты не пропускают этого задания. Позволить студентам добавлять комментарии, когда они сдали, соответственно, задание. И удалять данные студента после того, как были сданы задания. Когда вы используете компьютеры, например, в школе, да, или когда, да, это позволяет въемочек тоже задание. Это позволяет ученикам выполнять тоже задание. То есть они сделали, и потом идет сразу следующее. Если ребенок делает на домашнем компьютере, эту функцию включать не нужно. Какой язык вы будете использовать для того, чтобы показать задание? И в данном случае мы оставляем английский. Так как нет у нас здесь русского языка, без русского языка, конечно, немножко сложновато будет тем, кто английский совсем не изучает. Также здесь можно настроить старт, дрейт, например, когда вы начнете выполнять задание, например, 14 апреля. И время можно назначить, например, в 7.25. Это если вы хотите, чтобы в какой-то конкретный момент, в каком-то конкретном уроке вот это все дело запустилось. И нажимаем assign task. Соответственно, вот так. Все, задание создано, а после того, как оно создано, мы должны его отправить детям. Какие тут есть варианты? Здесь есть Google Classroom, Microsoft Teams, WhatsApp, Telegram, email и QR-код. Но проще всего отправить ссылку в какой-то общий чат, сфером, например, кинуть. И ребята заходят и просто начинают делать. Здесь это задание у нас не будет требовать никакой регистрации. Они просто будут вводить свое имя и, получается, будут выполнять это задание. Также вы можете встроить вот этот код к себе на сайт. И тогда этот тест будет отображаться у вас еще и на сайте. Если у вас есть какой-то персонализированный сайт на Google, например, где вы можете встраивать, и ребята смогут заходить и прямо там выполнять это задание. Все. Вот такой чудесный ресурс в плане создания при помощи AI. В верхнем правом углу здесь есть кнопка «Больше опций». Можно добавить задание, поделиться заданием, встроить задание, архивировать и удалить. Сами задания будут отображаться в группах студентов. То есть, видите, мы задавали уже аж два раза одно и то же задание. Давайте посмотрим, как оно у нас выглядит. Просто вставляем ссылку и смотрим, как выглядит задание. Достаточно симпатично получилось картинка. Немного обрезан текст, но здесь мы уже можем вставлять наши галочки, смотреть видео. Видео загружается прямо здесь, никуда не перекидывает. Это супер. И дальше мы уже отвечаем на вопросы, например. Давайте я быстро прокликаю. Все. И нажимаем «Финиш». Здесь он просит нас ввести «Мария», например, и нажимаем «Финиш». Все. Я выполнила на 5 из 6. 5 из 6 баллов из 10. Соответственно, я сделала вон сколько ошибок. И он посчитал, что у меня на тройку я сделала. После того, как я сделала, я могу посмотреть результаты. Соответственно, вот этого задания. И, как вы видите, я сдала. И мы можем зайти и увидеть результат. «Мария» 5 из 6 и скачать в качестве PDF. Но даже заходить, в принципе, не надо. Видите, оценка здесь отображается. Это, кстати, очень удобная функция, потому что в Live Worksheets такой функции не было. И такой статистики. Но я обязательно сделаю обзор еще и на Live Worksheets, потому что у них обновился дизайн. Может быть, там тоже что-то поменялось. В общем, вот так просто и легко. Вы зашли, дали задание, ребята выполнили, вы сразу смотрите их оценки и выставляете их в журнал без проверки. И вы экономите просто тонну времени и проверяете то, что необходимо именно вам. Потрясающий ресурс. Обожаю. Как вы видите, здесь наверху есть такая кнопка «Gold» у меня. Мне ее дали вчера и дали всего на 15 дней. Вам тоже дадут на 15 дней. То есть, эта функция, они дают возможность попробовать все функции всего 2 недели. Но если вам понравится, то в целом стоит это не так уж и дорого. Вы можете приобрести годовой план вот этого сайта всего за 5 долларов. 5 это где-то будет 500, где-то 600 рублей. Но это прям, грубо говоря, все зависит от курса доллара. Самый кайф, что детям не нужна регистрация и что они зашли, сразу выполнили задание и получили свою оценку. Вы разобрали и вы не потратили бумагу, вы не потратили время на проверку. Мне кажется, это просто волшебно. Хороший ресурс, я довольна. Буду ждать ваших комментариев внизу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых видео. Пока!